Всем привет! Меня зовут Антон, а вы на канале обучения разработки PurpleSchool. И сегодня мы с вами посмотрим на то, что появилось нового в веб-разработки или вокруг за последний месяц. Ссылки на обсуждаемые новости и библиотеки, как обычно, будут в описании. Ну что же, начнем? Итак, мы с вами начнем с новостей React, а дальше затронем Node.js, Vue, HTMX и даже Go. И первая новость, которую я хотел бы прям поделиться, потому что это личная боль моя, это, наконец-таки, в React роутер добавили Lazy Road Discovery. В чем, собственно говоря, была проблема. Когда добавили Lazy, который позволял нам разделить наше большое приложение на несколько небольших бандлов, чтобы они подгружались при запросе какого-то роутера, к сожалению, была потеряна фича, где мы могли создавать несколько роутеров, объединяющие потом в один, в одно большое дерево. То есть сейчас мы вынуждены даже для огромных приложений все описывать внутри Crate Browser Router. И сейчас эта фича, хотя она еще пока нестабильна, позволяет это исправить. И для приложений среднего и большого размера это прям must-have. Поэтому спасибо большое, React роутер. Также в июне вышла пятая версия React Admin. React Admin это, по сути, готовая сборка, которая есть как Community Edition, так и Enterprise Edition, которая платная, которая позволяет собрать вам различные админки. Тут даже есть видеоплееры, CRM-ки. Ну, по сути, готовая сборка, состоящая из компонентов, интернациализации, авторизации. В общем, всего, что вам понадобится для создания полноценной админ-панели. И в целом это хорошее решение, если вы хотите что-то очень быстро собрать и протестировать. В последней версии улучшили компоненты, добавили поддержку, стрикнул чеков во все, наконец-таки, компоненты, что до этого было проблемой. Я, к сожалению, на практике не собирал каких-то прям больших полноценных проектов на React Admin, потому что как-то проще взять какой-то UI-кит и на нем собрать вместе с Vita. Но в целом для новичков, которые хотят что-то быстро собрать, или если у вас есть заказ, который не очень большой по деньгам, и вам нужно сделать к нему админку, то можете присмотреться к React Admin как готовому решению. Недавно также вышла седьмая версия библиотеки NextSafe Action. Это библиотека, которая добавляет типа безопасности, а также валидацию для сервера экшенов в Next.js. Если вдруг вы ей пользуетесь, то библиотеку крайне рекомендую. Во-первых, она добавляет типа безопасности как на клиенте, так и на сервере. Поддержка форм экшенов, наборы middleware, которые можете встраивать ваши обработчики, валидация инпута, а также того, что у вас будет приходить на сервер с помощью библиотек, например, Zot, улучшенная обработка ошибок и, соответственно, поддержка Use Optimistic Action. Если вдруг вы используете на продакшене где-то сервере экшены, то крайне рекомендую. Если вы любите бобров, то появился StandJS 1.4. Это очередной релиз еще одной библиотеки для работы с состоянием в React-приложении. По сути, он не сильно отличается от многих других библиотек. Единственное, на чем он фокусируется, это на простом ресете, который вы можете вызвать просто ресет и передав туда определенный кусочек вашего состояния, на возможности использовать эффекты на вашем Store, а также UseEffectStore, который позволяет подписаться опять на изменение Store внутри компонента и что-то модифицировать. В целом, библиотека достаточно интересная, она минимизирует часто ререндеров, что хорошо, но в целом, если вам интересно потыкать что-нибудь новое, то как библиотека подойдет. Но есть и более популярные альтернативы, типа Custant, Redux Toolkit, Jotai и так далее. От React-а перейдем к Node.js. И вышла Node.js 2015 LTS. Пока еще LTS-версия. Почему пока? Потому что осень у нас 22-я версия станет LTS-ом, но в этой версии у нас продолжается развитие встроенной библиотеки тестирования, которая призвана заменить жест, ну и, соответственно, хорошо, когда мы имеем встроенные инструменты, такие как, например, есть куланки. И здесь у нас добавился новый метод, plan, который позволяет туда передать переменную, например, plan2, который говорит, что внутри нашего теста мы ожидаем, что будет запущено определенное число assertion-ов или subtest. Это позволит нам при большом разъясненном тесте контролировать, что мы ничего не упустили, и наши assertion-ы и внутренние тесты выполнены с правильным числом. Если это будет не совпадать, то тест будет failed. Так что добавился флаг inspect wait, который будет ожидать подключения дебаггера перед тем, как запустить наше приложение. Это позволит нам дебажить наш код с самого начала, ожидая, пока мы сподключимся, и только затем уже выполняя код. Также есть еще наборы дополнительных небольших изменений, которые в целом улучшают Node.js. И на бэкэнде нас продолжает радовать ORM-призма, которая в версии 5.15 выпустила фичу, которую я лично ждал уже несколько лет. Это разделение нашей схемы по нескольким призма-файлам. Да, раньше это можно было сделать с помощью костылей. Были сторонние библиотеки, которые позволяли сначала описать это в отдельных призма-файлов, а потом на этапе билда собрать это все в один призма-файл и отдать уже, собственно говоря, самой призме. Теперь мы можем это сделать нативно. Мы можем отдельно объявить, например, файл user-призма, post-призма, категории призма, где сконцентрировать только модели определенной доменной области. Нам это очень актуально, потому что, например, наш призма-файл в системе обучения уже больше 500 или 600 строк, и, соответственно, читать и сказать, что там уже невозможно. Единственное, что вам необходимо, чтобы эта фича заработала, это добавить флаг в клиент, превью-фичер, призма-схема-фолдер. После этого все будет работать. Увидел свет вторая версия Turbo Repo. В ней улучшили терминальный UI, который отображает теперь прогресс по тасску с возможностью перехода между ними. Добавили Watch Mode, который теперь следит за изменениями тех или иных файлов для того, чтобы перевыполнить таски. Добавили новую документацию и кучу других исправлений. По сути, Turbo Repo – это одно из решений для того, чтобы построить систему сборки и билда, в основном для монорепозиториев, но и для единичных проектов тоже, от авторов Turbo Pack. Turbo Repo первой версии я пользовался на паре проектов, она достаточно удобная и, в принципе, реализует все, что нужно в небольшом монорепозитории. Возможно, до некоторых фичей NX, по крайней мере, первая версия не дотягивала, вторую я пока на практике не использовал. Но как удобный сборщик огромных числов проектов, когда у вас есть и документация, у вас есть приложение Front, у вас есть API, бэкэнд, все это вы храните в монорепозитории, и вам нужно управлять всеми задачами по запуску, сборке, линтингу всех этих проектов, то в целом Turbo Repo – это неплохое решение, на которое можно посмотреть. С выходом Firefox 127 версии теперь новые методы для SET есть во всех основных браузерах. Поэтому можно теперь пользоваться им. Что же за новые методы для SET и для чего они нужны? Если, кстати, интересно, я могу сделать более детальный разбор в отдельном видео. Напишите в комментариях. Так вот, теперь у SET появилось 4 метода, которые разделят какой-то расчет между двумя SET и 3 метода для валидации. Например, мы можем теперь посчитать пересечения между двумя SET, сделать юнин между двумя SET, посчитать дифференс между двумя SET, симметрик дифференс в случае необходимости. По сути, все эти операции, которые мы можем делать в математике с множеством. А также дополнительные методы проверки из subset of, который говорит, является ли это субсетом этого множества. Является он супер-сетом множества, и если нет ли каких-то пересечающихся поинтов внутри наших SET. По сути, сейчас мы полноценно можем работать с SET, с теми математическими операциями, которые доступны для множеств. И в некоторых случаях это будет крайне полезно. Поэтому рекомендую почитать документацию по новым методам. Ну и также стоит упомянуть, что в июне появились результаты State of JS 23-го года. Мы уже детально проходились по всему этому State of JS. Вот здесь где-то будет подсказка на это видео, а также ссылочка будет в описании. Если интересно, детальнее покрутиться с нами в обсуждение State of JS. Также вышла релиз-версия TypeScript 5.5. На основную фичу это InferType Predicates, которая теперь нам автоматически генерирует Type Predicates и при определенных условиях я делал целый отдельный обзор. Снова здесь будет подсказка и ссылка будет в описании. Это сильно упрощает нам типы, особенно при использовании там фильтр и прочих вещей, которые должны отфильтровать определенные элементы, сужая тем самым наш тип. Поэтому в этом плане InferType Predicates – большое нововведение. Также Control for All Narrowing улучшает типизацию еще в одном случае. В остальном из классных изменений здесь теперь добавили поддержку новых SET-методов, которые мы до этого с вами разбирали, поэтому если уже хотите использовать SET, TypeScript 5.5 – это возможно. Также поддержка тега import в JS-docs и syntax-checking для регулярных выражений. Молее подробно, как обычно, по ссылке в описании. Теперь немного затронем новости Vue. И вышла совсем в ранней версии 0.0.2 библиотека Nuxt Worker, которая позволяет простым способом реализовать сервис-воркеры в нашем приложении Nuxt. При этом она полностью типа безопасна и, соответственно, поддерживает SSR. Если вдруг вам нужно сделать какие-то тяжелые вычисления и вы хотите их делегировать сервис-воркерами, вам достаточно установить необходимые зависимости и добавить в Nuxt Config, и после этого создать воркер, как отдельный TS-файл с определенной функцией, и затем просто его использовать через await, соответственно, результат сервис-воркера. Все сложные вычисления в этом файле будут делегированы на сервис-воркер. Библиотека, конечно, в раннем доступе, есть только базовая документация. В будущем будет поддержка Use Nuxt Worker, автоматическая дезаппликация воркеров, поддержка веб-паков и прочие штуки. Но в целом, как начальная библиотека для быстрой имплементации сервис-воркеров, крайне интересно. Состоялся релиз HTMX 2.0, и каких-то значимых нововведений здесь нет. Скорее, убрана поддержка от того, что уже не нужно поддерживать. Теперь не поддерживается Internet Explorer, убраны старые атрибуты HXSE, HXVS, улучшен синтаксис HTXON, теперь старые атрибуты не поддерживаются, и так далее. Все эти изменения направлены на то, чтобы стабилизировать текущую синтаксис HTMX на его развитие. Да, при релизе его говорили, что это убийца React и всего остального, но на практике это библиотека, которая имеет свое применение, но при этом, несмотря на простоту библиотеки, мы получаем большой оверхед на бэкэнде, который должен отправлять теперь кусочки нашего HTML. Если, кстати, никогда не сталкиваться с HTMLX, у меня есть тоже видео на канале, я его добавлю в описание и здесь в подсказке. Ну и для Go вышла версия 1.5 библиотеки GoArc. Это библиотека, которая улучшает наш developer experience для command line аргументов. Да, у Go прекрасная стандартная работа с переданными аргументами в наше приложение, но есть проблематиков с тем, что они не работают в виде структуры, мы должны отдельно разбирать каждый из аргументов и затем уже наполнять структуру, ну и, соответственно, писать свою обертку. GoArc это упрощает, мы можем задать структуру наших аргументов, а затем просто спарсить наши аргументы, получив их в нашу структуру. При этом дополнительно работает информация по валидации, если вдруг приложение запущено без аргументов, автоматически GoArc нам выведет необходимую информацию по этим аргументам. Поэтому если вы пишете простые силы для Go, то рекомендую посмотреть на библиотеку GoArc. Ну и, конечно, если вы еще не изучали Go, то у нас на платформе недавно появился мой новый курс по основам Go, а через пару месяцев появится продвинутая версия, где мы с вами уже будем проектировать полноценные API с коррутинами и всем остальным. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Кстати, напишите в комментариях, что больше всего запомнилось из этого выпуска. А если вы не смотрели предыдущий выпуск, то ссылки будут в описании и вот здесь где-то в подсказке.